Всем огромный привет! Меня часто просят снимать побольше видео о книгах, которые я читаю. Я неоднократно упоминала какие-то книги в своих видео, рекомендовала их вам, обещала рассказать о них поподробнее. Но начать хочу с книги, которую я прочитала вчера. И она недавно попала ко мне в руки. Совсем случайно, но, как вы знаете, случайности не случайны. Книга называется «Деньги и забильное мышление». Автор её Маруся Светлова. Это псевдоним, поэтому я думаю, что Светлова. Свет и лав. Свет и любовь. Маруся Светлова. Дело было так. Мы с мужем поехали в магазин Икея. Как вы знаете, мы недавно переехали, решили кое-что ещё прикупить из мебели. Поехали в этот магазин и увидели, что напротив находится магазин Ашан. И решили туда зайти, так как никогда не были в этом магазине. Там продукты продаются, мы кое-какие продукты купили. Идём уже к выходу, смотрим, стоит полочка с книгами. Муж побежал комиксы свои искать. И я, пока его ждала, нечего делать, стала взглядывать, что же за книги там продаются. И вот меня привлекло это название. Я думала, интересно, надо полистать. Открыла книжку на какой-то странице, стою читаю, только начала читать. И тут женщины, которые работают в магазине, попросили меня отойти, потому что нужно было на погрузчике проехать, там что-то погрузить. В общем, я отбежала и вместе с этой книгой продолжила чтение. Мне понравилось. И я решила её приобрести. Тем более, что цена там была совсем смешная. 70 с чем-то рублей сейчас точно уже не вспомню. В общем, я её купила и вот вчера за вечер прочитала. Но вы знаете, что я быстро читаю. Тут всего лишь 276 страничек, поэтому проглотила её на одном дыхании и не откладывая в долгий ящик, решила сразу же с вами поделиться. Я не буду пересказывать содержание книги. Думаю, что каждый сам сможет найти её и прочесть. Она в интернете есть в электронном виде и в интернет-магазинах она есть. Я думаю, если вы заглянёте в Ашан, то тоже её там найдёте, если все ещё не разобрали книжки. Я лучше поделюсь с вами мыслями, на которые вдохновила меня эта книга. Ведь, по сути, ничего нового я в ней не узнала. Именно как относиться к деньгам, как привлекать их в свою жизнь. Я уже много достаточно книг на эту тему прочитала, о законе притяжения, о правильном отношении к деньгам. Но именно в этой книге автор приводит очень много примеров из нашей русской жизни, как говорится. Ведь все книги, которые я читала, в основном из Америки, а это именно о русской жизни, о нашей стране, о том, что наша страна всё-таки много испытаний прошла. И, конечно же, это отразилось на наших родителей, на нас с вами. Годы перестройки, например, как вот эти все ограничения, которые были тогда, как они до сих пор нас преследуют. И вот именно в этой книге очень хорошие рекомендации по поводу того, как выявить негативные установки в отношении денег и заменить их позитивными. И, вы знаете, я долго размышляла вчера перед сном, после того, как прочитала эту книгу. И сегодня в течение дня, и с мужем мы очень много на эту тему разговаривали. Я думала о том, какие установки принесли в меня мои родители. И я предлагаю вам об этом подумать. Даже если вы не захотите читать эту книгу, просто сядьте и хорошенько подумайте, как ваши родители относились к деньгам. Вот они получили зарплату, что они делали? Что они говорили о деньгах? Как они планировали какие-то крупные покупки? Как вы, если вы что-то просили у них, давали ли они вам деньги? Давали ли они вам карманные деньги? Как вообще вот с деньгами у вас в детстве было? Несмотря на то, что мы жили очень бедно, нам иногда нечего кушать было, как-то вот мои родители, ну, мама в основном, потому что я жила с мамой, они с папой развелись, мне было всего лишь полтора годика. Вот мама как-то, знаете, привила ко мне любовь к деньгам, потому что когда она получала зарплату, мы всегда с ней либо в кафе шли кушать мороженое, либо она мне что-то покупала хорошее и красивое, либо мы просто как-то отмечали, накрывали красиво стол. Даже если у нее какие-то там приработки случались, она у меня шила хорошо и вяжет хорошо, то мы всегда это отмечали. И я всегда день зарплаты мамина всегда ждала с огромным удовольствием. Для меня это был очень волшебный день. И еще я очень полюбила ходить за покупками. Мама мне часто отправляла там за картошкой, ну, за всем на свете по разным магазинам, за продуктами в основном. Я очень это не любила. И мама придумала гениальный ход. Она мне сказала, что всю сдачу, какой бы она ни была, я могу забирать себе. О, как я полюбила покупки! Я с радостью ходила в магазин. И вот сейчас, вот я недавно проходила семинар, смотрела видео-семинар, и вот там был такой вопрос. Представьте, что вы стоите на кассе в супермаркете, вы набрали полную тележку продуктов, которые вам нужны, там всякие, всячины. И вот вы достаете кошелек, вам нужно расплачиваться. Что вы чувствуете в этот момент? И большинство участников этого семинара написало, что они чувствуют какой-то негатив, что денег мало, что вот я опять потратилась, набрала тут чего-то непонятного, денег все меньше и меньше. А я поняла, что я чувствую радость. И я действительно чувствую радость. Покупки для меня всегда, даже если я там все деньги потрачу, они всегда для меня приносили радость. Вот за это я родителям, конечно, очень благодарна. Но есть и негативные установки, которые до сих пор меня преследуют, несмотря на то, что я пытаюсь менять свое мышление, свои какие-то мысли, свои представления о мире, о себе самой, все равно они как какие-то программы, которые установлены во мне, как привычки какие-то, они все равно проявляются. Вот, например, буквально сегодня, вы знаете, я поняла такую мысль, что во мне живет какая-то установка, что если я хочу получить больше денег за какую-то услугу, мне надо обязательно пожаловаться. Я объясню, откуда это взялось. Как я уже говорила, мама была с папой в разводе, и вот она меня отправляла то к папе, то к его сестре в гости, да, погостить. И одевала меня всегда там самую рваную, драную какую-то одежду, вечно туфли мне какие-то порваные оденет, чтобы я, значит, пришла, пожарилась, и чтобы родственники отца дали мне денег. И вот я жутко на самом деле это не любила, потому что, ну, блин, зачем это надо? Я могу просто подойти, там, попросить, да, что-то. Нет, мне надо строить было из себя еще более бедную девочку, какой я являлась. Плюс, так же я какое-то время жила с бабушкой, и вот мы ходили с ней на рынок, и бабушка всегда торговалась. Я тоже люблю торговаться, но вот так, как делала эта бабушка, она рассказывала, наверное, всю историю свою. Вот у меня четверо детей, там один сын отсидел в тюрьме, другой сейчас в тюрьме сидит, мне приходится жить с невесткой, у нее четверо детей, да вот еще внучка, тоже вот у нее мать на заработки уехала, вы понимаете, мне нужна скидку, да давайте дешевле. И вот это вот, представляете, она на каждого продавца вот это выливала. Ой, и я привыкла, знаете, что нужно жаловаться. Хочешь что-то побольше урвать от жизни, надо жаловаться. И моего мужа это очень бесит, когда мы играем с ним в настольные игры, а в играх же тоже частенько, там с деньгами приходится дело иметь, монетки там какие-то зарабатывать. Я все время жалуюсь, то есть мне все время мало, все время меня все обижают, все меня обманывают, пытаются в играх меня надурить. И нескольких друзей на самом деле это бесило. Он говорит, Толя, ты что жалуешься, ты все время выиграешь и при этом жалуешься. Ты чего? И только сегодня, вы представляете, я поняла, что это привычка. Я привыкла жаловаться, но я не жалуюсь там на какие-то свои проблемы. Это всегда вот в отношении денег связано. Если настольная игра связана с деньгами, все, Оля жалуется. Или там с набором очков. Это было что-то, конечно. Ну и были какие-то другие установки, я уже с ними справилась, слава Богу. Также я смотрю на установки, которые есть в окружающих меня людях. Вот, например, муж мой. Его мама очень любит найти что-то подешевле. Иногда она покупает не то, что ей нужно, но так как это дешево стоит. И вот я смотрю, в моем муже это тоже есть. То есть одно дело, когда тебе нужен какой-то товар, и ты ищешь магазин, в котором этот товар нужен тебе дешевле. И другое дело, когда ты ищешь аналогичный товар, который будет там хуже по качеству, но он же будет дешевле. И я поняла, и муж это понял, кстати, что можно таким образом экономить, да, искать что-то дешевле, но когда от этого не страдает качество, и от этого не страдаешь ты сам. Вот такой недавний пример. Мы, допустим, купили салфетки, обычные салфетки для стола, да, для сервировки стола, бумажные. И на самом деле это не такой уж прям важный, да, предмет. Можно там руки полотенцем вытереть. Но я люблю такое, я люблю красиво стол накрывать. Я купила красивую салфетницу, и для нее вот большие такие огромные салфетки подходят. Вот, и муж говорит, да, давай купим, вот тут смотри, пачка-то намного больше, давай ее купим. Вот мы ее купили, и все, у меня эти салфетки бесят, они в этой салфетнице не стоят, они там из нее вываливаются, и сами они какие-то непонятные, руки ими неприятно вытирать. И я вот каждый день их там переставляю с места на место, и думаю, ну вот, сэкономили, зачем оно надо. И это такой, ну, как бы легкий, да, пример. А есть же вещи, которые мы пользуемся постоянно, там, какой-то бытовой техникой или мебелью какой-то. Я поняла, что это не мой вариант, и с этой установкой мы тоже благополучно справились. Это мысли, которые возникли у меня после прочтения этой книги, я ее искренне рекомендую. Пишите, какие установки негативные вы в себе выявили, на какие вы хотите их заменить. Ведь это очень важно. Как я вам уже говорила, Вселенная всегда дает нам то, на чем мы концентрируем свое внимание. И если мы считаем, что деньги — это зло, что денег постоянно не хватает, что достичь большого богатства можно только каким-то преступным способом, что богатые все воры, что богатые тоже плачут и так далее, то мы никогда с вами не станем богатыми. Но ведь деньги — это такая радость, это свобода. Это свобода делать всё, что ты хочешь. И деньги не обязательно должны приходить к нам огромным трудом. Нет, они могут приходить в нашу жизнь легко и радостно. Нужно просто этому научиться. Нас никто этому не учил. Я понимаю в моих родителей, в мою бабушку, как она могла научить меня изобилию, если она никогда не испытывала его в жизни, если каждую копейку ей приходилось зарабатывать огромным трудом, если у них была только зарплата, никаких не было там приработков, у них была только зарплата, и нужно было распределить всю эту зарплату на огромное количество детей, чтобы содержать дом, ещё умудряться. Поэтому нам нужно с вами самим учиться. И я рада, что появляются такие книги. У меня есть ещё одна книжка от этого автора, я хочу её прочитать. И если что-то там будет интересное, я обязательно вам расскажу. Ну и буду делиться другими прочитанными книгами. Всё на этом. Всё, мои дорогие. Пишите. Буду очень ждать ваших комментариев.